Парни, девчонки, друзья, всем привет! Данный видеоролик является промежуточным. Мы его записываем по поводу достижения 20 тысяч акционеров на канале. Сегодня мы с вами немного пообщаемся. Я вам расскажу немного о себе, откуда я вообще взялся, почему я пришел на YouTube. Дам ответ вашим комментариям. На все вопросы отвечу кратко, но в тот же момент постараюсь дать развернутые ответы, но не размазывая кашу по тарелке, минут так на 40. Поэтому мы начинаем прямо сейчас. Поехали! И первым вопросом будет самый часто задаваемый. Где ты работаешь, откуда у тебя деньги, как так получилось, что ты заработал на машину, как так получилось, что ты куда-то ездишь путешествовать. Друзья, этот вопрос будет самый длинный. Я, по сути, на него уже отвечал, но делал это кратко. Поэтому давайте присядем, и я вам все подробно расскажу. Смотрите, в 2001 году мой отец открыл фирму по оказанию услуг полиграфии. Спустя год к нему присоединилась мама. И они начали вместе работать на протяжении примерно 8-10 лет, без шуток, практически без выходных. Очень много работали. Когда я учился в школе, я их практически не видел. То есть, знаешь, утром и вечером. Когда я заканчивал школу, передо мной встал выбор, куда идти учиться. Раньше я к этой компании вообще не имел никакого отношения. Ну, знаешь, как обычный ребенок, в летнее время я там по 5 часов работал днем. Чисто помогал, чтобы у меня были карманные средства. Так вот, я всегда думал, что я буду юристом и буду работать каким-нибудь адвокатом. Знаешь, буду всех защищать, говорить, что Райфик ни в чем не виновен. Мне кажется, у меня бы это могло получиться. Но в 11 классе я понял, что это вообще не мое, и начал выбирать другой вуз. И мне на глаза наткнулся вуз, который приглашал на факультет рекламы. И мне стало это так интересно, потому что я посчитал то, что реклама это так круто. Что-то продавать, создавать какие-то концепции, товары, бренды. В общем, в голове все взбудоражилось. Я решил поступать туда. Я поступил, и отмечу то, что отучился я очень хорошо. У меня не было ни одной тройки. Но суть не в этом. Мне действительно нравилось учиться. По окончанию университета, это был 2012 год, передо мной встал выбор. Первое. Идти устраиваться на работу куда-то в московскую рекламную компанию, где я буду работать, как говорится, на чужого дядю, стараться, развиваться. Но, как обычно, оклад плюс какой-то, возможно, процент. Либо я возвращаюсь к себе домой и начинаю работать в организации у своих родителей. То есть, где я буду помогать им развиваться, вносить какие-то новые идеи. Ну и третий вариант. Начинать заниматься чем-то своим. Но тогда у меня не было вообще никакого опыта. И, в принципе, я как бы знаю, что такое зеленый еще был. Соответственно, я подумал, ну зачем я буду развивать какую-то другую организацию, когда свежий молодой может начать работать у них. Поэтому сразу говорю всем тем, кому приятнее считать то, что, а, все понятно, маменькин там или папенькин сынок, окей, пусть будет по-вашему. Я с этим не буду спорить. Каждый из вас может считать так, как ему больше нравится. Но по факту отвечаю. Придя в компанию, примерно с 2013 года мы начали активно заниматься производством наружной рекламы. А именно, вот вы ходите по улицам, видите различного рода вывески, световые конструкции, полиграфическую продукцию, там, в виде листовок, визиток, флайеров. Вот этим занимаемся мы. Что делаю непосредственно я? Я нахожу клиентов, я общаюсь с различного рода предпринимателями, хозяинами различных зданий, объектов. То есть, я к ним прихожу, говорю, надо оформлять, сейчас все по закону обязывают делать. И вот на этом я, собственно, и зарабатываю. У меня есть некий процент. То есть, у меня нет такого понятия, знаешь, как зарплата. Я не сижу там в офисе, так вот, пью чашечку кофе и думаю, так, значит, 21 числа в 10 должны там деньги упасть на карту. Или там, знаешь, сижу в офисе, а мне такая мама говорит, ну ладно, устал, иди по спи. Нет, такого нет, с меня спрос еще больше, чем с обычного сотрудника. Так вот, у меня есть дельная оплата. Чем больше я заработал, тем больше я принес в компанию заказов, тем больше зарабатываю я. Поэтому, как правило, я работаю с 8-9 утра и до 10-11 вечера. Бывает, конечно, до 6 вечера, всегда по-разному. То есть, чем больше работать, тем больше я, собственно, и стараюсь, тружусь. Вот, параллельно этому, у меня, конечно же, есть различного рода колымы. Есть постоянные колымы, которые у меня, знаешь, уже тоже там нормализованы. Конечно, я про них вам рассказывать не буду, это очень долго. Как любому человеку всегда хочется большего. Поэтому каждый месяц ставлю цели, стараюсь их достигать. На основании этого, я считаю, то, что вот сейчас я вам прямо детально рассказал, чем я занимаюсь. Наружная реклама, все, что с этим связано. Работаем, у нас общий бизнес, свое предприятие. Штат порядка 25 тысяч человек, вдруг кто-то из вас чем-то занимается. Я всегда открыт. Москва, Московская область. Звоните, пишите. Приедет Машков с рулеткой, сделает замер. Ну, а мы переходим ко второму вопросу. Второе, о чем я хотел бы поговорить, это ошибки, которые я, бывает, допускаю в своих видеороликах. Друзья, вот есть компания Apple. В ней работает огромное количество людей. Они кричат, что их продукты, айфоны, макбуки, самые лучшие, самые передовые ПО, там не может быть никаких ошибок. Тем не менее, когда они выпускают новый продукт, спустя там какое-то время выходит обновление, которое устраняет баги. Ну, те же самые ошибки. Если вы включите телевизор, вы увидите то, что политики высокого ранга, вплоть до президентов, тоже в прямых эфирах ошибаются. Называют страны, которых вообще не существует. Компании по производству автомобилей, раз уж мы снимаем про машины, то же самое делают. Выпускают машины, которые приезжают к нам уже в салонах, вы их покупаете, и там находятся заводские ошибки. Друзья, в моем случае я блогер, и ко мне такой спрос, прямо, знаешь, жесткий. Но некоторые прямо увидят ошибку. Как так? Словно, знаешь, как будто на первом канале что-то ошибку допустили. Я не пытаюсь себя оправдывать. Не должно быть ошибок, нас становится все больше. Я курю отчасти, я всегда читаю ваши комментарии, всегда ко всему прислушиваюсь. Здесь я обещаю работать над собой. Будем развиваться вместе с вами. Ну, а мы переходим к третьему вопросу. Третьим вопросом. Периодически пишут в личные сообщения и спрашивают, как вообще ты появился на YouTube? Откуда ты вообще, собственно, взялся? Знаете, мне иногда очень нравится, какой-то блондин что-то рассказывает про машины. Так вот, я всегда любил снимать, на самом деле. Семь лет я занимался нижним брейк-дансом. У меня была камера, я все снимал, документировал все наши поездки. Но тогда не было YouTube, и мне некуда это было, собственно, выкладывать. Потом у меня появилось GoPro. Я начал снимать там по работе различного рода ролики. И тут однажды я подумал, почему бы не начать вести свой канал? И первое видео, которое я снял, это было, как настроить SMS-уведомление и e-mail-уведомление на Mazda 6. Вами любимый, а кем-то даже не любимый. Так вот, с него все и началось. Выложил, поддержали. Вот самое главное, поддержали вначале. Всем тем, кто с первых видео на канале, огромное вам спасибо, потому что благодаря вам у нас уже становится больше 20 тысяч. Очень часто пишут, почему ты такой позитивный. Вот смотришь твои ролики, и вроде как даже энергии какой-то позитивной заряжаешься. Парни, ну а что грустить? Вот если обращать внимание на серую погоду, на грязь, на то, что, знаешь, там в стране какой-то кризис, то, что нет работы. Ты в этом вот и погрязнешь, вот в этом негативе ты там и останешься. Особенно, когда тебя еще люди такого же рода окружают. Знаешь, когда приходишь, вот кому-то садишься, а тут начинают, вот, работы нет, никуда не берут. Да все есть, если ты что-то умеешь делать, ты всегда найдешь себе возможность заработать, всегда куда-то себя пристроишь. Ну а если человек дурак, если человек без образования, он ничего не умеет делать, он ничего не хочет, самое главное делать, конечно, ему проще всего сесть на диване и ныть. Я же, почему позитивный, я ставлю цели, я их достигаю, и за счет этого мне всегда нравится. Я себя бодрячком отработал весь день, пришел домой на хорошем настроении. Поэтому всем вам то же самое советую. Попробуйте пожить по такому принципу. Вот я же не сам его придумал, где-то подсмотрел, увидел. На самом деле тема рабочая. Во всех плохих вещах старайтесь видеть только самое лучшее. И у вас все будет отлично. Пятым, что стали в последнее время часто спрашивать, кого из блогеров ты смотришь? Может быть, ты у кого-то что-то подсматриваешь. И знаете, расскажу вам интересную историю. В прошлом году, в мае, впервые кто-то написал мне, ты косишь под Мишу Яковлева. Я, конечно, человек не дурак. Сразу вбил в поиски Миши Яковлева, увидел то, что есть человек, который, в принципе, занимается тем же самым делом, снимает видеообзоры. Но он классом, как вот, уровнем, что ли, выше. У него больше подписчиков. Он там снимает различные проекты, делает что-то, ремонтирует. Так вот, сначала я этому не придал значения. Но потом, периодически, это становится все чаще и чаще. Люди пишут, ты косишь под Мишу Яковлеву, ты украл стиль Миши Яковлева. Когда я спрашиваю, что я сделал, ну, ты повадками там похож на него. Так вот, всем тем, кто в этом видит сходство, я хочу задать вопрос, чем я похож? Что, какие повадки у меня с ним схожи? То, что я своим языком рассказываю? Ну, вот вроде как он тоже там своим языком рассказывает. Я к нему, как бы, отношусь с уважением. Парень там адекватный, вещи вроде делает красивые, правильные. Ну, и самое главное, его люди поддерживают. Вот, поэтому, ни под него я не пытаюсь косить. Ни под там Антона Воротникова, ни под Жорика Ревазова, ни под кого. Всех я этих блогеров, конечно же, знаю. Периодически кого-то я из них смотрел. Но раньше, знаешь, часто смотрел Жорика. Когда он начал снимать различного рода проекты уже сегодня, современные. Ну, как-то мне стало не очень интересно. То же самое с Антоном. Когда-то было интересно, сегодня, но он, мне кажется, скучным. Академик. Вот у Академика огромный плюс, это его оператор и профессиональный монтаж. Ну, согласитесь, то есть, картинка у него выходит очень четкая, классная. Посмотреть интересно. То есть, ну, видно то, что у людей канал это работа. И поэтому они на него тратят огромные деньги. И самое главное, время и силы. А так, в целом, такой же зритель, как и вы, захожу там различного рода. Ну, что в рекомендации вылетает. То есть, смотрю, какого-то любимого автора, прямо сказать, что, блин, слушайте, не могу. Хотя раньше, раньше, пока Эрик Давидович не начал вести свои расследования. Вот я смотрел его и чаще всего ждал, конечно, его ролики. Касаемо ситуации с ним, если кому-то интересно, конечно, я считаю, палочку он немного перегнул. Снимал про машину, было классный интерес. Но когда вот это все началось, особенно про ГАИ, уже было понятно, что дело хорошо не закончится. Но я надеюсь, то, что его в ближайшее время оправдает. И летом он появится и начнет снимать такой лысенький, уже что-то там новенькое. Шестым пунктом я бы хотел поговорить про ваши комментарии. Друзья, из 100% зрителей 80% это адекватные люди, это действительно добрые люди, позитивные, те, которые что-то могут действительно толковое посоветовать. Дать конструктивную критику. И 20% это, конечно, те серии, кто ругается матом, обзывает, переходит на оскорбление. Ну и, соответственно, вот их любимая фраза «диз», «скучно», «отписка» и так далее. Вот вам 20% хочу сказать одно. Если вы хотите какого-то канала подногать, ну так, например, мне, максимум, что вы можете плохое сделать, это зайти на ролик и просто его пролистать. Таким образом вы мне подпортите продолжительность среднего просмотра. Дизлайки, гневные комментарии – это активность на канале, поэтому вы делаете этим действием только плюс. Ну а вы, 80% толковых, взрослых и адекватных людей, огромное вам спасибо. Продолжайте писать, высказывать ваше мнение. Я всегда читаю ваши комментарии, постоянно пытаюсь всем отвечать, вы это сами видите. Не оставляю никого без ответа, поэтому давайте продолжать вместе работать, ведь канал и контент делаю не я, а мы с вами. Седьмой вопрос, он также как бы вытекает из шестого. А именно, развитие канала. Вы мне часто советуете, Диман, давай, продолжай, развивай канал. Друзья, мы, конечно же, планируем в этом году, этим летом, что-нибудь привнести новенькое на канал. Мы будем экспериментировать, я буду снимать ролики, выставлять их на ваше обозрение, а вы будете говорить, интересно это или это фуфло. Поэтому все будет обязательно, мы это будем делать. Я не хочу никак развивать канал путем создания какого-то проекта из серии. Купить разбитую машину, сесть с ней в гараж и просто там колупаться после работы. Не, парни, будем двигаться в другом направлении, тем более подобного рода проекты их вон у YouTube. Сегодня у всех, у одного Гелик, у другого УАЗ, у третьего там Мерседес и так далее. Мы же будем думать и искать что-то уникальное. Это сложно, это не просто, сами понимаете, хорошую, интересную идею придумать тяжело. Если есть наметки, пишите обязательно. Ну и в завершение хочу сказать огромное спасибо за то, что вы смотрите, за то, что вы поддерживаете, за то, что вы конструктивно критикуете, даете ваши советы. Друзья, я не ожидал того, что нас станет 20 тысяч человек и мы потихонечку растем. Спасибо большое. И говорю вам искренне, понимаю тоже для вас это может быть звучит, ну, спасибо и спасибо. Нет, правда, вы меня очень сильно поддержали, поэтому обещаю вас не подводить. Так вот, к примеру, из недавнего, предложили разместить на канале рекламу, готовы были дать 200 тысяч рублей, чтобы я начал вам впаривать в вейпы. Ходил в кадре в течение месяца и вот этот курил, говорил, прикольно, всегда курил на самом деле. Нет, весь этот шлак мы будем отметать, все эти банки левые, которые там, знаешь, вот эти каска, фигаска. Пошли мне все в жопу, буду работать на основной работе, ну, а для вас стараться делать только качественный контент. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на инстаграм канала. И до новых встреч, пока-пока!